Валерий Седов Верховьях Аки мы наблюдаем снижение уровня воды. Стабилизацию обстановки ждем в ближайший день-два. Об этом сегодня на правительстве заявил первый заместитель начальника главного управления Рязанского МЧС Александр Воробьев. По данным спасателей, пик половодия на реках Ака и Мокша придется на эту неделю, а затем все придет в норму. Тем не менее, на всякий случай, в постоянной готовности аэромобильная группировка. Кроме того, на правительстве увеличили выплаты участникам СВО и приняли изменения в областном бюджете. Контроль за приходом большой воды для губернатора и регионального правительства сегодня тема номер один. Прогнозы на дальнейшее прохождение половодия пока сдержано оптимистичные. До темпы роста уровня воды стали ниже, а на малых реках пик половодия, по данным МЧС, уже пройден. Но опасность, пусть даже где-то гипотетическая, все равно есть. В ближайшие трое суток прогнозируется теплая погода. На реке Аке ожидается незначительное повышение уровня воды. Суммарный подъем воды будет в районе 20-30 сантиметров, что не приведет к улучшению обстановки. Уровень воды у города Рязани составляет 580 сантиметров. Сегодня за сутки плюс 11 сантиметров, вчера было плюс 15. Невуприятное явление 540, опасное 650 сантиметров. В Рязани затопленный лесопарк уже красуется на федеральных каналах, в Борках. Большая вода затронула уже с полсотни участков. По словам главы администрации Елены Сорокиной, сейчас главное оперативно реагировать на изменения. Выгоражен Окский проезд, налажены мостковые переправы в поселке Борки, на улице Затинная. Наращиваем мостковые переправы с поселка Остров на городскую территорию. Мониторим ситуацию на улице поселок Мехзавода. Это одна из самых низких точек города. Автовокзал на данный момент принял решение сегодня утром, поскольку платформа не затоплена. Продолжать работать в прежнем режиме. Уборку города тоже нужно ускорять, заявил Павел Малков. И это касается не только Рязани, но и всех муниципалитетов. Проблема вывоза мусора после таяния снега снова становится актуальной. Несанкционированных свалок все больше. Мне Артем точно сказал, он в выходные ездил по дорогам области, смотрел их состояние. В том числе на выезде из Ермиши видел свалку. А мусор из нее разлетается до ближайшего соснового леса. Вот таких мест, конечно, не должно быть, это безобразие. На новые комитеты, ставшие самостоятельными, в правительстве сегодня перераспределили денежные потоки. Больше всего получит комитет по инвестициям и туризму почти полтора миллиарда. Комитет по информации и массовым коммуникациям 220 миллионов рублей. А комитет по молодежной политике 96. А еще строчку выплаты участникам специальной военной операции в бюджете увеличили почти на 98 миллионов рублей. Серьезной статьей о расходной части Павел Малков назвал затраты на выкуп пока еще платного ряжского путепровода. То постановление, которое сейчас рассматривается, это важный шаг. Но после его принятия еще очень много работы будет впереди. И юридических вопросов, и организационных, и строительных. Там еще предстоит допроектировать и достраивать некоторые части. В любом случае это важный ключевой шаг. Выкупить путепровод власти намерены уже в этом году. Утвержденная сумма почти 309 миллионов рублей. А после дополнительного обустройства, по словам Павла Малкова, проезд по нему станет бесплатным. Пандемия COVID-19 завершена. Такое заявление сделал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на конференции «Неделя медицинского образования-2023». По словам академика РАН, пандемия, пройдя полных три года и три месяца, закончилась. Онищенко призвал осмыслить опыт, приобретенный за период локдаунов. А также увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане. Напомним, что Роспотребнадзор снял ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в июле 2022 года. В Рязанской области вырастет лес в полмиллиона сосен. Речь идет о Сараевском районе. Об этом пишет издательский дом пресса. Точнее, будет сказано, что лес не столько вырастет, сколько восстановят. Пресса приводит цифры со ссылкой на специалистов местного лесничества. В этом году будет посажено больше 240 тысяч сосен. В прошлом цифра эта была выше. Тогда в районе высадили 251 тысячу саженцев. Таким образом, в районе планируют высадить за два сезона в общей сложности почти полмиллиона деревьев. С 1 апреля изменились условия страхования. Оно стало проще. Большей частью по отношению к простым гражданам. Что именно изменилось, расскажем далее. Главная инновация – это так называемый КИТ. Расшифровывается аббревиатура как ключевой информационный документ. Этот самый КИТ страховщик должен предоставить клиенту еще до совершения сделки. И в документе можно найти информацию об условиях страхового продукта, таких как перечень страховых рисков, события, которые не являются страховым случаем, порядок получения выплаты и так далее. Такие требования распространяются на все договоры добровольного страхования. По двум другим видам – инвестиционному, накопительному страхованию жизни, а также страхованию жизни и здоровья заемщика – правила начали действовать раньше. Цель данных нововведений – защита прав потребителей. Иногда мы с вами, подписывая тот или иной договор, не всегда понимаем, какой продукт мы приобретаем. И для того, чтобы проще было сориентироваться, ключевой информационный документ с одной стороны как раз раскроет все основные положения этого договора, а с другой стороны позволит сравнить условия. А сравнивать, кстати, есть что. Разные страховщики предлагают и разные условия, но КИТ всех рассудит. Если все же страховая компания нарушит эти новые требования, то потребитель сможет обратиться с заявлением и вернуть компания будет обязана клиенту эти деньги по договору в течение семи рабочих дней. В 2022 году рязанцы заключили почти 888 тысяч договоров страхования на сумму более чем 6 миллиардов рублей. Треть – это полисы ОСАГО. Договоры добровольного личного страхования оформили около 100 тысяч жителей региона, а выплаты по этим самым договорам в прошлом году составили около 3,2 миллиардов рублей. Оттого и задачу упростить популярную процедуру сделали одной из приоритетных. Реабилитационный центр «Сосновый бор» в Солочи начнет работу 20 мая. Такое заявление сделала министр соцзащиты Рязанской области Наталья Суворова. Дата пока ориентировочная. Сейчас в реабилитационном центре идут пусконаладочные работы. Реабилитационное оборудование эксплуатируется в тестовом режиме. Нормативным актом был изменен порядок предоставления субсидий, который позволит определить мероприятие для введения в эксплуатацию центра «Сосновый бор». Чиновница заявила, что ежегодно можно будет оздоравливать порядка 4 тысяч человек, а одномоментно в центре сможет находиться более 300. Напомним, что губернатор Павел Малков ранее рассказал, что изначально центр ориентировали в том числе для детей-инвалидов и для реабилитации некоторых других категорий граждан. В Рязани вплоть до среды ожидается до 12 градусов тепла. Затем температура немного понизится. Однако погода станет более солнечной. Чего еще ожидать от погоды в начале апреля, расскажем далее. Дневная температура в городе составит от 10 до 12 градусов тепла. Ночная – плюс 3, плюс 4. При этом в течение недели погода будет становиться все более солнечной. Начиная со среды, солнце все сильнее будет завоевывать небосвод и вторая половина недели пройдет при солнечной погоде. Начиная с четверга, солнце будет практически безраздельно господствовать в небе. Однако с приходом солнечной погоды, как рассказывают синоптики, температура несколько понизится. Начиная с 6 апреля, днем ожидается в пределах 8-9 градусов тепла, а ночью – 0, плюс 1. При этом осадков практически не будет. Улучшение погоды способствует развитию антициклона над северной частью европейской территории страны. Но это приведет и к росту атмосферного давления в средней полосе России. В Рязани оно к концу недели достигнет 760 мм ртутного столба, что на 10-15 мм выше обычного. Антициклон, который активно хозяйничает европейской части России, Уралия и Зауралья, до Рязани пока не дошел. Он подкинул немного снега в Подмосковье в первые дни апреля, но по прогнозам гидрометеоцентра после выходных дело пойдет на лад. Итак, всю неделю равномерно подрастает атмосферное давление, но цифры находятся в пределах региональной нормы, так что ухудшения самочувствия не будет. Разве что должна отступить вялость и сонливость. Так некоторые люди реагировали на низкое атмосферное давление. И хотя ждать особого тепла от предстоящей недели не приходится, но и заморозков тоже не будет. Самыми теплыми днями стали понедельник и вторник до плюс 13, а в среду и четверг ночью максимум температура опустится до минус 1. Одним словом, нормальная апрельская погода. Шапки снимать, пожалуй, пока рановато, но жаловаться на такую погоду тоже грех. Ровно год назад наш регион вообще накрыл снежным штормом, так что в этом году апрель куда гуманнее. Сегодня четвертый день апреля – это день памяти священному ученику Василию. В народе его называли солнечным. Сегодня много ритуалов, связанных с солнцем, поэтому дню люди предсказывали будущее и гадали. Тем, кто привык обращать внимание на старинные поверия, исследовать мудрости предков, приметы напоминают, что нельзя делать 4 апреля на Василия Теплого. Несколько дел одновременно, ни одно толком не сделаешь. Существовала и масса примет. Например, вороны купаются к теплу. Если на небе синие облака, будет теплый дождь. Если снег на муравейнике сходит с севера, жди лета теплого и долгого, если с юга – прохладного. Ворона, усевшись на сук или забор, нахохлилась, сгорбилась, опустила крылья и сидит, каркая, к осадкам. Тресогуска прилетела, скоро вскроются реки. Небосвод на вид мутноватый и волнистый, покрывает с мелкими облаками плохой погоде. А если снег сошел и на этом месте паутинка укладывается, значит, будут помехи урожаю. А еще в этот день, который называли солнечником, выходили смотреть на восход солнца и гадали по нему о наступающем годе. Если рассветное солнце на небе в красных кругах, в этом году будет хороший урожай овощей. Икра и рыба камчатская снова в Рязани. Полюбившаяся всем рязанцам продукция за свежесть, качество и превосходный вкус регулярно в нашем городе. И вот у рязанцев снова есть возможность приобрести деликатесы. Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке-продаже продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. Ну и, конечно, царица Марии – чавыча. Чавычу взял две белорыбицы. Что выбрали? Чавычу да белорыбицу. Чавычу и икру. А почему чавычу? Ну, я пробовала, как мне понравилось. Купил белорыбицы кусочек и чавычу кусочек для пробы. Я чавычу в холодном копчении. А почему ее? Я уже беру ее третий раз, нравится. Также в ассортименте ярмарки печень трески. И камчатский деликатес – икра горбуши и чавычи. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ, говорят специалисты. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная, с маслистом, с хлебушком, прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу Радищева 1-80. Выставка-ярмарк работает с 4 по 9 апреля. Ежедневно с 9 до 18. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин